Американская актриса Арабская смерть Однако на самом деле Теда Это укороченная форма ее настоящего имени Абара Средними ее бабушки со стороны матери Я пользуюсь Википедией Несмотря на скоротечность карьеры Она активно снималась на протяжении всего 5 лет С 1915 по 1919 год Была одной из самых популярных Актрисового времени И одним из первых секс-символов кинематографа Она носила прозвище вампирша Что на слинге тех лет было Синонимом коварной обостительницы мужчин И вошла в число первых актрис Сформировавших на экране образ женщины вам Родилась 29 июля 1885 года Ее отец работал закройщиком в отелье Мать занималась изготовлением париков Была старшим ребенком в семье В августе 1908 года Под псевдонимом Тео де Копе Дебютировала на Нью-Йоркской сцене На спектакле «Дьявол» По пьесе венгерского драматурга Ференса Мульнара И затем на протяжении 9 лет играла в театре Однако каких-либо значительных успехов На этом поприще не достигла Возраст актрисы уже приближался к 30 Когда в 1914 на очередном кастинге Она познакомилась с режиссером Фрэнком Пауэллом И произвела на него такое сильное впечатление Что он немедленно снял ее в эпизодической роли В картине «Пятно» А в 1915 пригласил на роль вампирша В драматическом картине «То был дурак» Экранизацию популярной бродвейской пьесы тех лет Фильм снискал невероятный успех У публики и Теда в одночасье стала звездовой На протяжении следующих 5 лет Она появилась в 38 фильмах Превратившись в одну из главных актрис Студии «Фоксфильм» Ее гонорар поднялся со 150 В неделю до 4000 долларов Столько она получала, сыграв В 1917 году царицу Египта В фильме «Клеопад» Эффектная, грубоватая красота Теды Насыщенная глубоким эротизмом Ее манера густо подводить глаза Как нельзя лучше подходила к ее типажу И киностудия нещадно эксплуатировала этот образ Актриса воплотила на киноэкране Образы великих женщин Как вымышленных, так и реально существовавших Клеопатру Кармен, Соломею, Жульетту, Мадам Дюбари, Маргариту Гатие Интерес публики к актрисе Дополнительно подогревался различными романтическими слухами О ее прошлом, так, например, на киностудии была придумана версия ее происхождения Якобы она родилась в 1892 году Синие пирамид И была дочерью художника, итальянца и актрисы-французники Несмотря на то, что Теда никогда не была в Европе Считалось, что ранее она блистала на сцене театров Парижа Сценические костюмы Теды были достаточно провокционными для тех лет И часто практически полностью обнажали тело Один из нарядов царицы Клеопатри состоял из полупрозрачной юбки и лифа в виде переплетенных змей Теда не раз пыталась сменить амплуа И несколько раз добивалась своего Играла невидную ирландскую крестьянку, отважную девушку Во время Первой мировой войны Акриса с большим энтузиазмом занималась общественной деятельностью Посещая военные лагеря и жертвует часть своих гонораров на военные нулы В 1918-м она находилась на пике карьеры и уступала популярности без Чарли Чаплину и Мэри Пикфорд Но уже через год основатель киностудии «Фоксфильм» потерял интерес к актрисе И звезда Теда закатилась столь же быстро, как и взошла В 1921-м вышла замуж за кинорежиссера и сценариста британского происхождения Чарльза Бравина Ее брак, в отличие от многих актерских союзов, оказался прочным Супруги были вместе до самой смерти Теды от рака желудка в 1915-м году Чарльз пережил ее на два года и умер в 1957-м Актриса удостоенной звезды на Голливудской аллее славы Но, к сожалению, большая часть пленок с фильмами Теды Бары Сгорели во время пожара на киностудии «Фоксфильм» Вот так вкратце из Википедии переводной О американские актрисы немого кино и всех символов 1910-х годов Теодосия Баргудна Теда Бара Пока-пока, до свидания Смотрим фото Музыка Субтитры создавал DimaTorzok